В Польше прошли похороны президента Леха Качинского и его супруги Марии. Они погребены в Вавельском замке Кракова, где находится усыпальница польских королей. Проститься с президентской щитой пришли тысячи человек. Президент России Дмитрий Медведев лично прибыл в Польшу, чтобы почтить память погибших. Из Кракова репортаж Екатерины Зориной. Для поляков это последняя возможность попрощаться. Кортеж медленно едет по улицам Кракова. На катафалке летят цветы и не устлали всю дорогу. После недельного траура Польша хоронит своего президента. И первую леди. Дробь Леха Качинского покрыт флагом с государственным гербом. Его супруги Марии флагом национальным, красно-белым. Вместе Лех и Мария Качинский прожили 32 года. Прощаемся мы сегодня и с супругой президента, Марии Качинской. Женщиной мудрой и смелой, искренней и великодушной. Которая всегда помогала людям. За упокой их душ под готическими сводами базилики Святой Марии или по польски Мариатского костела молится дочь Марта, брат-близнец Леха Качинского Ярослав, духовенство, официальные лица. И десятки тысяч поляков на площади у входа в собор. Тяжело всем, плачет литовский президент Даля Грибовская. Это не может сдержать слез польский премьер Дональд Туск. Сочувствие и помощь, которые мы получили в эти дни от наших братьев русских, оживляют нас надеждой на воссоединение двух славянских народов. Я обращаю эти слова президенту России, господину Медведеву. В конце мессы звучит молитва и на русском. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молимся, услышь и помилуй. Молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, трагически погибших, президента Олега и его супруги Марии. И о ежепростите им всякому прегрешению, вольному же и невольному. В Катынь Лехкачинский летел, чтобы принять участие в памятных мероприятиях на месте расстрела польских офицеров 70 лет назад. Слова, которые так и не произнес под Смоленском глава польского государства, сегодня зачитал Бронислав Комаровский, временно исполняющий обязанности президента. Катынь – это болезненная рана в истории Польши, и она долгое время отравляла отношения между русскими и поляками. Качинский не успел сказать, что раны Катыни, наконец, излечились и зажили. За него это должны сказать мы. Мы должны тем самым исполнить его последнюю волю. И надеяться, что теперь, когда мы знаем всю правду о Катынском преступлении, наши народы, наконец, помирятся и восстановят тесные отношения. Входа в собор президент России Дмитрий Медведев оставляет поминальную свечу и букет алых роз. После трагедии под Смоленском Россия первая принесла Польше свои соболезнования. Сегодня Дмитрий Медведев лично приехал в Краков, чтобы почтить память жертв той катастрофы. И уже перед отлетом еще раз обратился к польскому народу. Трагедии могут причинять тяжелые эмоции, но очень часто они сближают. А я как раз считаю, это именно то, что нужно жителям нашей страны и полякам. У нас были разные периоды в истории, и последний период был не самым простым. Но перед лицом таких тяжелых утрат, я думаю, есть все основания считать, что мы можем предпринять серьезные усилия для сближения позиций наших стран, для того, чтобы наши народы слушали и слышали друг друга лучше, и для того, чтобы мы развивали полноценные дружеские отношения, взаимовыгодные экономические отношения, вспоминая и историю, и находя развязки самых трудных проблем. А одна из этих тем, это, конечно, Катынская трагедия. Хотя, строго говоря, с нашей стороны все оценки давно даны. Катынская трагедия – это следствие преступления Сталина и ряда его приспешников. И здесь необходимо, наверное, провести дополнительные исследования. Но, тем не менее, позиция российского государства, она давным-давно сформулирована, и она является неизменной. Когда после молебна траурная процессия движется к королевскому замку Вавель, в едином порыве поляки кричат вслед «Честь! Почет!» и аплодируют, провожая в последний путь президентскую чету. «Честь! Почет! 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 Почет!» Высыпальницы польских королей и национальных героев никого не хоронили уже 17 лет. В 1993-м там был перезахоронен прах генерала Сикорского. Церемония погребения Леха и Марии Кочинской была закрытой. После официальной церемонии прощания Вавельский замок откроют для простых поляков, которые за время, с момента трагедии, точно стали ближе, и не только друг к другу. На этой неделе польская газета «Выборча» впервые вышла со словами на русском языке, на первой полосе. Обращение к россиянам называется просто «Наши сердца дрогнули». Екатерина Зорина, Владимир Елманов и Делара Раянова. Вести. Краков.